так подарок из Екатеринбурга ну то есть помните я говорил у меня юбилей я принимаю подарки в каком виде виде фотографии моих плодов это ваши баи королевские на третье лето дали первый урожай амур серафим селина все сбросили приросты молодых веток большие особенно у королевского больше метра жарко лето к нему вот пожалуйста меня поздравьте для меня каждая такая фотография за праздник что там у него было бай и королевский а попробуйте теперь сказать что это бай но это еще ладно но это королевским близко не пахнет ну что делать назывался королевский был один из родителей ладно так ну почему я сейчас показываю вам вот этот фотографии ну вы поняли почти полном сборе семья видели да вот детей большинство посмотрите сюда эти малышки собирают урожай 1 4 года 1 5 лет сейчас поймете к чему я вот это вот они пошли собирать сливы если вы думаете что они бедные несчастные пока для них это игра пока вот а потом самое страшное это давайте я сейчас про садоводство еще чуть-чуть оттекусь дело в том что подлецы они своих детей найдут им деньги на то чтобы они учились да а вот таким детям в жизни ничего не светит понимаете это страшная вещь по крайней мере я не доживу когда эти чтобы эти дети выросли я бы помог вырасти страшное что их ждет когда меня не будет в нашем институт 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 недоступны для них это точно поняли это не я это я просто бросил в глаза теперь догадайтесь кто поступит кто не поступит и что их ждет вот я написал чиновники обезумели рубят сук нам инженеры нужны наши ракеты будут падать вот но я до этого еще расскажу что такое у нас инженер а теперь еще кое-что я не могу мимо пройти ну попалось бросается в глаза битва за бюджетные места знаете куда менеджет менеджет ну че нам знаете нам эти менеджетменты так нужны мы без них прожить не можем что вы страна рухнет понимаете они ракету построят да вот ладно может стать человек на место переводчик английского ну тут уж и русского жестового я не знаю что такое русского жестового но я не такой грамотный ладно короче нужно будет переводить да это действительно очень важная профессия но ракеты будут падать ну и так далее я рассказываю это как анекдот вот то что сейчас я себя клялся не надо много махать не надо идиотами обзывать идиотов вот значит Болгария моя очень хорошая близкая знакомая инженер геодезист на саенском временем заводе инженер геодезист вот опытный но вот с такой зарплатежкой с вами понимаете каким то чудом путевку в Болгарию купила там то ли с рассылочку то ли льготную не знаю и вот вот с такой зарплатежкой которая никогда до зарплаты денег не хватало так и вот она возвращается рассказывать в интер клуб а там Болгария есть Болгария она для русских и для самых таких дешевых самых простеньких там работяг из Швеции и из Германии то есть интер клуб есть там можно поговорить то все вот через переводчика и вот она пошла туда посидеть выпить вина может познакомиться с кем там вот не знаю может еще зачем то и она значит сидит в компании немцев и шведов ну разговор зашел кем она работает и она не просто сказала что она геодезист она сказала что инженер геодезист и вот эти немецкие работяги а богатые в Болгарию не ездят вы же понимаете как она эта реакция была инженер смотрят на него говорят что она тут хрен инженер делает то в Болгарии то да в Болгарии что она не в Италии не во Франции не на Лазурном берегу инженер она растерялась ну правда тут же все инженер инженер в этой компании на нее смотрят как смотрят на это ну слов нет а дальше самое интересное это это первая реакция дальше а чем вы занимаетесь ну я геодезист я там это прибор бусоль то все как может рассказывать там хоть никто ничего не понимает а скажите чем вы занимаетесь еще ну у меня дача есть а что вы садите она добросовестно картошку свеклу морковку лук чеснок помидоры огурцы все перечисила а иначе то хрен выживет то зарплата инженера понимаете мы же свои можно кукиш показывать вот а они ничего с этого момента полное непонимание к тому же еще видимо переводчик хреновый и так и так и так и так а зачем вам это надо а ей стыдно сказать что зарплаты не хватает она же инженер и так и так на нее вот такие глаза она рассказывает как все это в красках как это знаете лучше чем я вам рассказываю а потом уже в отчаянии говорит а нет потом кто-то а может это ваше хобби она да 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 хобби ага после работы раком хобби хобби и тогда только от нее отстали все ясно ну делать нехрен это вот самое заняться нечем вот она еще и это там садит что-то вот вам история а вот это вот сейчас вам покажу вот эта девчоночка да 4 года вот вот Лера Валерия она внучка она уже месяц играет как потому что торчит в магазине у папы а потом играет уже месяц вот свеженький снимок она все играет теперь она мне огурцы продает она все что может соберет и продает это ее любимая игра след за папой вот понимаете а вот это вот смотрите сейчас я вам покажу она же да знаете почему это снимок это сделал она сказала что это банан то есть ребенок ну слава богу 4 года он теперь знает что это кабачок а так банан говорит вот продавала мне банан кто там есть нет она мне продала банан и огурец вот это вот современные дети что их ждет вот так они выглядят пока внешнее благополучие а потом смотрите я учу детей драться я вынужден это делать у нас страна я мужчин трусов целое поколение вырастили воспитывали женщины вот там в минпросах вот они растут мужчины трусы ни на что не годные вот я учусь этого возраста но самое главное знаете что хотел сказать это ребенок 4 года начал читать писать за несколько дней научился конструктор он собирает вот так меня застрели вот так вот это маленький гений маленький конструкторный гений но за школьные годы отупеет как и все затем институт шиш но вдруг придут наши и всю программу надо пересматривать дистанционка да но только честные экзамены дело в том что больше в таком виде как институт это я вам говорю который спал на лекциях на тройке я учил учения в школы на тройке сдавал непрофильные предметы а пятерки у меня были только по металлургии больше ни почем остальное лишь бы это сдать мне плевать было что у меня в дипломе тройки вот все равно брали даже заставляли на завод не то чтобы это хочешь не хочешь а будь добр от работы поэтому плевать что тройки но дело в том что большинство знаний в школе а уже еще институте я ни разу не говорил институте то же самое большинство знаний не нужно отупляют потому что заставляют зубрить то чего не пригодится никогда вообще вообще понимаете ну представим себе что вот сейчас вас например скажут давайте-ка изучим режим копки гвоздей а там во ну вы зубрили и что хоть один гвоздь будете выковывать закалять чтобы он не гнулся нет ну в общем вот так примерно это я уже так утрирую вот и вот эти гении а дистанционка впереди а человек может обучиться сам даже не выходя из дома всем это недоступно не будет он учиться в школу там хоть силы заставляет но заставляет не тому что надо и вот что дальше привыкли и не все знают что большая часть программ высшего образования это потерянные годы потерянные нервы здоровье даже здоровье молодежи кто-то когда-то тупизны все это напихал туда иногда я вообще не думаю что весь научный и ученый мир сошел с ума вот Светлане Юльченко спасибо за поддержку Светлана знаете почему вы единственное сказали что все что я говорю это вам надо все это а так вы угрюмое молчание никто не спорит прав я не прав так вот единственный чест сказал что мне 30 лет 30 лет не догнать Мичурина да я не собираюсь догонять вот это значит двигаться не туда туда догонять Мичурина значит потерять 30 лет так ну и вот горькая тема самозащита девочек это я говорю то что думаю почему пусть я утрирую но вот моя девочка видите вот она так вот очень хорошая растяжка кстати пригодится тренажер я бы его купил в магазине сегодня сейчас если бы такой был мне нужен муляж когда то он не будет когда то это все дойдет все что я говорю когда то станет классикой итак муляж резиновый мужчина с большими яйцами в трусах конечно в трусах для тренировок девочек ударом ногами пах ребята начинаются трудные времена мальчиков учить драться это святое учите сами вот сами ничего сложного нет блоки ставить и еще учите девочек как должно быть в идеале лучше бы в школе но школа до этого за сто лет не дойдет потому что там совсем по другому устроена психика этих преподавателей школьных тех кто создает учебные программы в институтах в этих в университетах в академиях вот если взять любую девочку одеть на нее ну кеды кроссовки вот и она этого резинового мужчину с яйцами будет резинового каждый день бить 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 каждый год бить бить и так пока не взрослеть и когда таких девочек станет миллионы им не надо нас бить нет они не будут нас бить но любой мужчина должен знать что как только он протянет свои грязные лапы к этой девочке ну в таком возрасте вряд ли она его это самое причинит вред ну пусть с десяти лет протянет свои грязные лапы вот он больше никогда не сможет быть ни мужчиной ни рожать детей никогда вот или сейчас мы перестраиваем это только одна из примеров переделываем всю школьную программу чтобы все занимались самообороны и мальчики и девочки все до единого чтобы любая сволочь любая пьянь которая подошла даже к подростку знала что ее сверли только больничная палата и больше ничего вы скажете дети будут чаще драться и колечки вот да будут но другого выхода нет а потом когда-то перестанут в школах учить презервативы одевать и как правильно одевать помните это самое попробовали пытались как сексуальным воспитанием заняться вернется то же самое время и девочкам будут говорить умри но не отдай поцелуя без любви потом как жизнь сложится хоть десять мужчин хоть сто но первая любовь должна быть вот у нас в стране миллионы изувеченных девочек и женщин миллионы или сами защитим или поможем детям или у нас ничего не будет и будущего не будет когда повышали пенсионный возраст повышали когда каждого это из тех кто подходило время несколько миллионов человек каждого взяли отняли по миллиону рублей просто так у нищих которые не имеют ни рубля в заначке у которых нет здоровья дожить до новой пенсии стоило нескольким миллионам выйти на улицу один раз перегородить улицу и уже бы не сделали даже не 60 как было и 55 а 40 бы сделали только бы чтобы люди вернулись обратно вот такое поколение специальное вырастили только одна страна на свете где можно было вот так вот сделать ограбить людей вот и давайте вот этих вот растить вот если человек будет это ничего не бояться он защитит себя потом родину защитит но второе я говорил каждому должен быть кусок земли у каждого человека свой кусок и не только могильный там тоже огромные деньги надо даже могильная земля тебе не принадлежит с родственников последние штаны снимут ограбят только чтобы дать землю тебе похоронить а чтобы было свои десять соток двадцать лучше гектар вот ту землю защитит вся страна попробуй кто отнять ее сейчас и вилы не надо как раньше у каждого охотничего ружья найдется вот выговорился я у нас и время закончилось мы отличаемся